Среди поваров есть такая шутка, да? Называется, ну, она звучит как суп из семи. Ну, в моем случае это ингредиенты, потому что что может быть еще кроме ингредиентов в супе, правильно? Но считайте, что это 18+, детям не говорите. Начинается все вот с чего. С куска мяса. У меня вот здесь кусок мяса. Это грудинка. Я даже не стал ее доставать из пакетика, потому что, что она будет лежать заветриваться? Это вот настоящая грудинка. Вот здесь шматок мяса, здесь жирок, здесь трубчатая кость. Ой, губчатая, извиняюсь. И это будет самый вкусный бульон, я имею в виду, из говядины. Это бульон, это часть для самого вкусного бульона из говядины. Но, помимо того, что самая вкусная часть из говядины это грудинка для бульона, для бульона очень важно, какую воду вы туда льете. Мой спонсор, я каждый раз благодарю вселенную за то, что у меня есть такой спонсор, аквафор. Вот здесь стоит кувшин, который я использую для того, чтобы наливать бульон, вернее воду, которая потом превратится в бульон. Но у меня, помимо всего прочего, есть еще огромный бонус. В виде фильтра, который стоит у меня под раковиной. Вот здесь вот есть кранчик, он называется Марион. Не кранчик, называется Марион, а фильтр. Который состоит там из шести блоков, по-моему, и очень-очень мощно очищает воду. Я всегда пользуюсь, знаете, ночью просыпаешься такой, кранчик повернул, чистенькой водицы полстаканчика хлопнул, и спать байники опять. Сразу же бросаю сюда лавровый лист, потому что я люблю варить бульон сразу же с лавровым листом. Один листочек напополам сюда шлеп. Сразу же добавляю туда соль. И обязательно туда нужно добавить лук. Аккуратно попку срезаем, чуть-чуть совсем, да? Надо все-таки снять как-нибудь на досуге ролик про то, как чистить лук. Потому что все, ну, вернее, большинство думают, что они чистят правильно. А я каждый раз, даже вот повара приходят ко мне там на стажировку или еще куда-то. И все такие, типа, ну что, братан, я столько, не одну тонну лука я почистил. Им говоришь, чувак, ты неправильно чистишь лук. Потому, 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 потому. И все говорят, а ты прав. Действительно, мы об этом не думали, об этом нигде не говорят. Ну, вот, так что это на отдельный ролик. Значит, вот этот хвост нужно отчикать. И попку нужно отчикать вот это вот. Раз. Все. Это мы бросаем куда? Правильно. В бульон. Но прежде чем мы туда бросим, горелочкой взяли. Чуть-чуть припалили. Чтобы вкус был поярче. Во. Сюда отправляем. Ну, и варим до готовности мясо, в принципе. А-а-а, подождите. Значит, во время варки бульона, помимо лука и лаврового листа, туда нужно отправить картофель. У меня две небольшие картофелины, которые можно нарезать вообще как угодно, неважно как. Важно, что так практически никто не готовит суп. Никто не закладывает в бульон картофель вместе с сырым мясом. Потому что мы знаем, час времени бульон будет готовиться. И вы спросите, зачем там картошка? А пусть она разварится. Для этого она там. Она там для того, чтобы она разварилась. Там у нас два ингредиента. Три, четыре, пять, шесть. И вот еще седьмой ингредиент. Сюда поставлю. Значит, вот большинство из вас, увидев вот эту вот крупу, подумали, что это пшенка. Но не совсем так. Но я вам не скажу, что это за... Ну, как бы это просто, да, но очень специфическим образом приготовленная. Просто у меня пшенки не было. Нашей традиционной, которую мы все используем. Я порылся-порылся, нашел экзотический продукт, который делается тоже из спроса, как и пшенка. Ну, только другой вид и, соответственно, другая обработка. Я ничего не добавляю. Я обрезаю вот и подготавливаю перцы. К тому, чтобы они отправились туда. Не знаю куда. Затем, зачем, не знаю тем, чем, кем собранная, значит, вот эта вот перечная история у нас. Перцы я нашел в магазине. Самые дешевенькие. Почему? Потому что болгарского, короче, вот этого импортного не было. Я взял наши родные, брутальные серобуро-малиновые перчики. Но я вам хочу сказать, что они в сто раз ароматнее. В сто раз. Режешь уже все там везде, знают, что перец. На кухне перец у Василия Дака, там что там, ночь уже на дворе, уже никто не ходит. А мы все снимаем, снимаем, снимаем. Ночные рецепты. Перец очищаем так, чтобы, ну, во-первых, было удобно, во-вторых, во-вторых, что тут, вот эту попку можно оставить. Плодоножку отрывайте, вот это все оставляйте. Все пойдет в суп. Когда готовите блюдо, всегда думайте, как человек, который его потом будет есть. Вот, например, я не раз уже говорил про капусту соломкой, да, помните? Многие для себя открыли капусту кубиком и согласились со мной, что действительно капусту кубиком, если шинковать, она в ложку помещается, ничего в тарелку обратно не падает. У некоторых людей и соломкая капуста в тарелку не падает. Но это неочевидная вещь. Если человеку не предупредить, что она может упасть, человек не задумывается и в конце концов когда-нибудь да и обляпается. Ну, а так как у нас в социуме говорите, типа, капусту надо шинковать соломкой, все это. Так и здесь, в любое блюдо, любое, любое, любое блюдо, когда готовите, размышляйте, что будет, если я буду есть это блюдо вот сейчас, ну, вот потом вернее. Поэтому готовьте всегда с таким вот ощущением. Если это вилка, если блюдо густое, а не суп, если вы будете есть вилкой, подумайте, удобно ли будет насаживать на вилку продукт вот этот вот, который у вас будет в тарелке. От этого зависит степень нарезки. Поэтому многие, например, повара пропагандируют, что, мол, определенные блюда должны иметь определенный тип нарезки. Почему? Потому что если это блюдо исторически сложившееся, то, соответственно, оно уже за вас придумали давно ваши родители, прадеды, деды и там прапрапрадеды, как это есть и как-то варить. В общем, здесь некая другая компиляция. Я взял продукты, которые есть в холодильнике у каждого из вас. Но вот у каждого из вас, если вдруг будете писать о том, что у вас нету там томатов или еще чего-то, значит, у вас просто мышь повесилась. Мы не рассматриваем людей, которые в принципе не готовят. Мы рассматриваем только людей тех, которые готовят. И не бывает такого человека, чтобы не было томатов в холодильнике. Ну, не бывает. Все едят томаты. Все, кроме тех, у кого есть аллергия на них. Или лютая ненависть к ним. Да, бывает такое. Переел томатов, еще что-то происходит в жизни. Я их не беру. Беру среднестатистического гражданина или гражданку Российской Федерации. Не только Российской Федерации. В общем, грибы есть у всех. У всех. Всегда. Ну, вот реально, даже я, как человек, который сейчас занимается работой, дома редко бывает. И то у меня все время есть грибы. Они, например, долго лежат. Куда ни добавишь, они везде подходят. И так далее, и тому подобное. Перец болгарский. Самый популярный ингредиент в России. Вообще, самый популярный. Популярнее только картошка, наверное. Поэтому он тоже всегда есть. Его я тоже взял. Лук. Нет ни одного блюда, наверное, кроме десертов, в котором нет лука. Но, вы знаете, у меня есть бараний суп в кафе, который делается без лука. У меня однажды пришел друг мой, Павел Павлов, такой говорит. Братан, я не ем лук. И я тебе, я говорю, огромнейшее спасибо, потому что ты единственный в мире человек, который суп без баранины готовит без лука. Лука нет, в супе. Он говорит, а я лук ненавижу. Я вообще чувствую заверсту в любом блюде. Для меня такой стресс каждый раз в ресторан приходить. Все блюда с луком. И он говорит. Уааа. Пообещал приходить ко мне, не приходит. Вот так. Томаты нарезанные. Че, перчик. Перчик, мерчик. Тут не принципиально. Я бы его вообще бы соломочкой тонкой нарубил. Перец. Для того, чтобы он быстро-быстро сварился, я часть перца добавлю в начале, часть в конце. Ну, вернее, ну, по-разному, короче. Вот так вот сделаю. Короче, представляете, больше часа варился бульон. Мясо мягкое. А картофан не разварился. Не разварился. Ай, классную картоху сейчас делают. Ладно, но по каким-то причинам это может быть. Там высокая кислотность мяса. Так, крупишки, крупишки, крупишки вот этой вот, да? Мы же кашу из-то пора варим. Ну, вот на этот объем смотрите сами. Че здесь? Нам же нужно, чтобы все это связалось у нас. Ну, пару столовых ложек, да, с горкой я сюда сыплю. Все, много не надо. Значит, сковородочку ставлю. Газ врубаю. Бульон продолжает помешиваться. Повариваться. Все, процессы все идут. Растительное масло. Чутка сюда раз. Немножко. Жирок нужен, нужен всегда, чтобы плавал сверху. Значит, луковицу отправляю. Пусть жарится. Вот смотрите. Соль, перец. Я за ингредиенты не считаю. Поэтому это у меня приправа, которая должна там быть. Ну, а так как я не добавлял перец в процессе, значит, я добавляю его сейчас на лук. Значит, если вдруг кто-то скажет, что перец мелкой фракции обгорит. Нет, не обгорит. Лук ему не даст обгореть. Лук выделяет жидкость. Минимальное количество сока, которое препятствует... Вот если вы делаете высокую температуру, мясо перцем насыпали и прям... Да, там будет горечь. Но опять же, снизу пока лук греется, сверху перец лежит, не перемешивайте в самом начале. Ну, а как только он начал обжариваться, лучок, выкладывайте сверху и грибы, и перчик. Распределяйте вот так вот рукой. Пусть лучок снизу жарится, пока не перемешивайте. Важно достичь чего. Самый вкусный жареный – это лук. Перец жареный не такой вкусный, грибы жареные не такие вкусные. Главная цель – это обжарить лук. Вкус пойдет. Потом уже начнем перемешивать. Тем более, как только грибы дойдут до низа, воду начнут давать. Там уже появится соус, там никакой обжарки не будет. Мясо готово. Но то, о чем я говорил несколько раз, несколько раз. Пар, видите? Пар от мяса. Это мясо расстается с влагой. Вот пока идет пар, и мясо остывает, оно заветривается, становится сверху деревянным. Даже несмотря на то, что оно может быть как тушенка, да? А внутри оно влага уходит, оно суховатое становится. Поэтому не забываем, что мясо, когда вытащили, нужно его залить холодной водой. Как только мы остужаем мясо, пара нету, все, мясо не расстается с влагой. А вот с водой, которая вот здесь вот сейчас, да, ничего не будет. Мясо вдруг не передумает и такая, типа, раз, в воду все вкус отдаст. Все, можно уже переворачивать лучок. Видно, что он поджарился слегка. Все, теперь перемешиваем. Оставляем. Теперь пусть с этой стороны, да, вот снизу обжарятся уже все остальные ингредиенты. И очень важно, вы можете его взять руками и резать. То есть, как делают в ресторанах и часто дома. Переложили на окно, поставили, ну пусть остынет. Оно долго остывает, зараза. Минут 20. А здесь вот все, оно уже готово. Извиняюсь, главное не упустить момент. Это томаты. Я смотрю на томаты и понимаю, я аж томаты еще не добавил. Соль. Разгребаем, делаем колодец. Сюда выкладываем томаты. Очищенные, да. Давайте, пока обжаривается, нарезаем мясо. Мясо нарезаем, бульон сразу же отправляем. Чтобы оно дальше продолжало довариваться. Зажарка получилась вот такая. Все здесь, аромат. Крупа у меня там разварилась. Картошка так и не разварилась почему-то. Теперь сюда отправляем всю эту зажарку. И если вдруг вам покажется, что мало воды, ну можно будет добавить воды той, в которой лежала говядина. Но тут, знаете кто, большинство любят погуще. Типа, что жижку там цедить. Суп должен быть такой, эх, настоящий. Учитывая, что там была косточка и эта грудинка, в ней много соединительной ткани. Да тут еще и крупа, все вместе. На утро, конечно, туда можно будет топор втыкать. Крупа практически вся разварилась. Но она еще дальше разойдется, пока будет лежать в бульончике. Значит, цвета от томатов мало. Томаты не летние, не сильно красные, да. Значит, кто захочет побольше, кладите томатов, чтобы поярче цвет был. Эх! Настоящая еда, настоящая еда. Не так понты всякие ресторанные. Вот оно. Счастье народное. Мясо побольше. Крупицы слегка. Грибочки. Перчик. Даже зелени кидать не буду. Но черныша добавлю чуть-чуть. Оп-оп-оп. Все. Да, вы, пожалуйста, напишите, чтобы можно было вот в такой каше из топора еще использовать. Какие вот популярные... Может быть, я не все перечислил. Но мне кажется, что все вот эти ингредиенты реально есть у каждого дома. Даже мясо. Мясо можно заменить на любое другое. Заметьте, нет морковки. Такая охотничья похлебка. Да, кто не догадался, что это за крупа? Это в Казахстане. Каждый казах и житель Казахстана знает, что это такое. Тары. Это тоже проса. Только определенным образом там оно начало отваривается, потом высушивается, потом толчется, оббирается шелуха. Потом в казане обжаривается. Ну, в общем, это как... Это похоже на пшенку, но только оно с жареным вкусом. В чай с молоком шикарно получается. Кашу из нее варят, да? А в супе вот этот обжаренный вкус крупы, он дает какой-то такой объем, копчение. В общем, какой-то инородный такой вкус, который... Он непривычный немножко для, может быть, для многих. Но если вы попробуете, вы поймете, что это бомба. Прям реально. Ну, это потому, что у меня пшенки не было. Мне там недавно одна подписчица написала, что из-за моих рецептов на 5 килограммов поправилась. Я так хочу сказать. Готовьте в меру, друзья. Все должно быть в меру. И самое главное, вкусно. А кто толстеет, те... Вот столько готовьте, чуть-чуть. Маленький кусочек мяса, в маленькой кастрюльке бульончик отварил щепотку. Тары немножко лучка, чесночка. Все, поели. Вот так вот. До свидания. Я буду дальше продолжать. Очень хорошее блюдо. Очень вкусное.